Сегодня, друзья, попробую ответить на вопрос Маргариты Ивановны из Волжского, которая очень любит, когда цветут и пахнут хосты, но они у нее почему-то не хотят цвести. Почему? Безусловно, хосту ценят и любят за ее декоративные листья. Они могут быть разных оттенков зеленого, разных форм. А когда хоста зацветает, это не просто приятный бонус, это просто праздник для садовода. Кстати, цветы у разных сортов хост могут быть разного цвета. Чаще всего вот такие вот лавандовые, но есть еще и сиреневые, и чисто-чисто белые. Обращайте внимание на высоту цветоносов. Есть сорта у хост с высокими цветоносами, просто по грудь взрослого человека, а есть с цветоносами коротенькими, которые только-только выбиваются из-за листьев. Обычно хоста цветет в июле, но есть сорта, у которых этот срок сдвигается на август, сентябрь и даже на октябрь. То есть некоторые сорта хост в наших условиях просто не успевают зацвести. Из-за чего еще может не цвести хоста? Ну вот давайте вспомним, за что ее любят цветоводы. За то, что хоста растение теневыносливое и сажают ее в самом тенистом месте, где ничего кроме хоста не будет расти. Да, она там будет расти и даже радовать вас своими листьями. Но цвести, к сожалению, нет. Для того, чтобы хоста зацвела, ну по крайней мере часа три-четыре солнышко в день ей надо. Не сажайте хосту слишком густо. Если у вас растение на растении, скорее всего это будет в ущерб цветению. Идеально, когда хоста растет таким вот одиночным кустиком, а не похожими на джунгли зарослями. Хоста растение хоть и неприхотливое, но, конечно же, лучше будет расти на богатой органикой почвы. И, конечно же, хотя бы пару подкормочек надо ей дать. Обычно это делается весной и в начале лета. Чаще всего берут просто комплексное удобрение, где-то примерно из расчета грамм 30 на ведро. Ну, я думаю, на большой куст как раз вот ведро можно вылить. И хоста будет довольна. И совесть садовода будет чиста. Еще не цветут молоденькие кустики. То есть не надо думать, что если вы посадили в этом году однолеточку, она у вас обязательно зацветет. Нет, год на третий, не раньше, и то, если вы будете нормально ухаживать за вашей хостой. И еще есть сорта хост с дивным лилейным ароматом. Поэтому, если будете где-то смотреть, рассматривать цветы хост, вы принюхаетесь. Если аромат есть, в принципе, от этого кустика можно взять осенью или весной деленочку и пересадить к себе. А если будете покупать хосту в магазине, смотрите на описание. Как правило, у ароматных сортов хост в названии есть такое волшебное слово «fragrant». Это по-английски значит «ароматный». Это по-английски значит «ароматный».